Музыка Хочешь, выноси. Я не могу столько... Знаешь, есть очень много способов, как эти кулечки, мешочки можно сложить аккуратненько. Вот не такая куча же была, громаднейшая куча, ее не вынесешь сразу. Я тебе скажу, что выбросить всегда успеем. Вчера отгуляли, пошел дождик. И что я на голову надела? Кулечек. И все сухо, все хорошо, все классно пришло домой. Кстати, еще ветер был и в уши не дуло. Какой-то компрессик сделать. Нужен пакетик, нужен кулечек какой-то. Ой, ну для начала я сейчас выберу, смотри, ну это совершенно новые кульки, совершенно новые кульки. Значит, совершенно новые в одну сторону. Я откладываю, но трошки не новые, в другую сторону. И сейчас все-таки помоги мне их сложить. Я покажу, как складываются в пакетике. Ну легко они, конечно. Но тут работают, и понятный край. Разве можно такую красоту выбросить? Зырок нету? Нету. Целенький, целенький. Пригодится? Пригодится. Сладывать пакеты, я вам скажу, работают довольно нудные и неинтересные. А у меня тут появилась идея, классная идея. Ну если вы, допустим, не знаете, как сложить пакеты, я думаю, все вы знаете. Я потихонечку потом сяду, все сложу, все приведу в порядок. Вы зайдете в интернет, найдете даже мои видео. В общем, там столько разных советов. А тут же идея. И эту идею нужно воплотить вот сейчас. Потому что есть желание, есть возможность. Что мне понадобится? Пакет, пакет. Когда я сижу возле пакетика, конечно, они должны быть более большого размера. Есть такой большой, хороший, но он, ну видите, расцветка никакая. А тут есть маки, с маками, с кофе. Значит, пакет условия целый, размер побольше. Потом мне понадобится двухсторонний скотч, ручка и ножницы. Выбрала пакет с маками, разрезаю вот эти бачка сбоку до конца. С одной стороны и, естественно, с другой стороны. Вот здесь я вот так вот срезаю. Так, и с этой стороны. Затем, сейчас я вот так срежу. Раскладываю пакет. Главное тут не порвать. Да, чтобы не порвался он. И уже складываю вот это полотно такое, да. Пополам. Вот так вот. Так, сложила. Положу ножницы, чтобы роднее было. Какой-то груз, да. Нужен груз. А теперь у меня есть... А, я вам не сказала, что я буду делать. Ну, склероз, что вы хотите. Я буду делать такой фартук, передничек. У меня вот один-единственный. И можно столько лет, сколько мне. Пора уже что-то поменять, да. Так вот. Это будет моя выкройка. Можно, конечно, это все делать на глаз. Ну, зачем на глаз, если есть у меня готовый передничек. Значит, как я прикладываю. Здесь, значит, будет что у меня? Горловина. Ну, немножко... Это не такая идеальная выкройка. Я просто как приблизительно. Смотрите. Вот это будет, значит, у меня шея, да. Это будут лямочки такие. Значит, я рисую его до сих пор. Уже обычной ручкой. Ну, пошло нормально. Так. Что-то плохая ручка, что-то плохо рисуется. Наверное, жирноватый. Ну, все. Видно вам? Видно. Затем эту боковую часть я сдвигаю. Ну, кто умеет, кто знает свои расчеты, то можно, конечно... Значит, вот здесь будет, да, боковушка. Вот. Вот так вот. Тут где-то будет линия талии. Короче, будет вот так, смотрите. Теперь я буду подтасовывать, значит. Так сделаю поуже лямочки. И вырезать буду не сразу две штуки вместе, да, а по одной. Знаете, потому что, чтобы не было перекоса. Я ж такая швея не очень-то опытная. Так, ну, кстати, лямочки я сопоставлю. Вот, сопоставила. Ладно, здесь горловину пусть я буду так называть. Вперед. Это будет вперед. Вырезаю ножницами. О, как легко режется. Даже моими тут прям немножечко. Так, это пока ничего не выбрасываем. А вдруг пригодится. А вдруг. А тут я вырежу, наверное, в начале верхней, а потом, чтобы не сдвинуть ничего. Вот так вот. Так. Точно так же теперь сопоставила. Вот. Чтобы было ровненько. И тоже как вырежу. Вот кривой фартук. Так. Где мы грузики. Поехала. Конечно, опытный глаз алмаз так раз взяли сложили и все отрезали. Ну, я же не так. Значит, практически уже передничек готов, да. Ну, длину я выбираю. Тоже буду сейчас выбирать длину. Ну, где-то вот так вот. Где-то моя ручка. Ну, до этих лямочек. Тут я немножечко... Ну, передничек закругляется, правда же, внизу. Сделаем все по правилам. Отрезаю. Так. Тут тоже так отрезала. Ничего пока я не выбрасываю. Смотрите. Вот эту штуку мы загнем. Так. Вот эти боковушки. Боковушки я тоже не выбрасываю. Я их подклею двухсторонним скотчем. В общем, смотрите. С одной стороны за счет этого передничек будет шире. И с другой стороны при помощи скотча. Ну, тут будет трошки не так, но ничего. Сейчас все можно. Затем вот эти лямочки. Вернее, одна лямочка, да. Я ее отрывать не буду отрывать. Нет, она отрывается. Да, можно вот так оторвать. Знаете, что это будет? Кто догадается? Кто догадается? Так. Оператор, что это будет? Зачем мне вот эта штука? Не знаю. Да, это будет пояс. Но для того, чтобы хватило на хват моей талии, да, то мне нужно разделить пополам. Ручка должна быть большая, у всех разные талии. Да, обязательно пакет нужно брать, чтобы была ручка. Ну, в принципе, можно взять кусочек какой-то там, не знаю чего там, ленточки. Ну, зачем? Мы же все делаем из чего? Из пакета. Вот. И тоже при помощи. А, вот талия. Куда я поехала. Вот здесь будет талия. Нужно будет подклеить. Ну, смотря у кого-то где-то, где-то вот здесь точно. В общем, сейчас работаем со скотчем. Так. Идет сюда. Идет сюда. Значит, боковушка будет накладываться на это переднее полотно. А сюда я клею, что двухсторонний скотч. Так, аккуратненько. Эта складочка я оставляю ее. Все лишнее отрезано. В общем, все легко и просто, как вы видите. Снимаю. Так, точно так же, вот так, смотрите. Здесь более широкая часть. Это будет низ, а то, что лишнее, я потом срежу. И аккуратненько накладываю эту боковушку. С одной стороны я сделаю, да? И точно так же я сделаю сейчас с второй стороны. Что это будет? Кармашки такие будут, маленькие кармашки. Поэтому полностью я здесь не заклеиваю. А сейчас ее нужно перевести в порядок вниз и в области талии, да? Значит, я опять складываю пополам. И здесь, естественно, вот я закругляла, значит, я буду... Продлеваю, выравниваю. Теперь это отрезаю. Так, округлили низ. Сверху, где пояс? Сейчас будем втачивать пояса. Значит, вот здесь будет поясочек. Можно просто загнуть, вот так вот, бачок. А можно его тоже вырезать, что проще. Вырезать. Ломать не строить, поэтому вырежем, да? С одной стороны. И тут будет то же самое дело. Вот так округлили бачка. А сюда при помощи, опять-таки, двухстороннего скотча я клею этот поясочек. Вот осталось приклеить поясочек с одной стороны. Это не поясочек, это как лямочки, да? И с другой стороны. Все, передний готов. Сейчас будем делать примерочку. Будете оценивать мою работу. Вот это работа, так работа. Обновочка. А кто не любит обновочек? Всего лишь за пять минут. Ну, максимум за десять. И такой классный фарт передничек. Ну, изумительно. Слушайте, у меня еще талия есть, оказывается. Спокойно я завязываю. Видите, без брехни. Если вам эта работа понравилась, и у вас есть вдохновение, то, конечно, такой передничек. И на шашлыки. И на шашлыки, кстати, да. Там передничек такой вам нужен. Видите, пакетики. Слушайте, классно. Просто чудо. А сюда можно пару салфеточек положить. Какую-то ложечку, какую-то вилочку. В общем, я вся при параде. Всего вам самого доброго, мои дорогие. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Живите весело. В любви и покое. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова